ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Может быть, помните, китайцы, когда здесь садились, это все выпадало на мою смену. У меня несколько было случаев с посадкой аварийно-летательных средств. Все заканчивалось благополучно, но сами ситуации, когда ты попадаешь в это новое, быстро приходится активироваться и соображать в экстреме ситуации, как можно скорее и правильно нужно принять то или иное действие. Кстати, занятия плаванием девушка и не думала бросать. В свободное от работы время занималась с подростками и взрослыми, пропагандировала спортивный и здоровый образ жизни. После рождения дочки решила набрать группу для занятий грудничковым плаванием. Говорит, что работа диспетчером и тренером по плаванию в чем-то схожа. И там, и там необходима выдержка и терпение, умение успокоить и приободрить. Я выбрала пожарную охрану для себя как профессию, а плавание – это мое увлечение. И да, мне бы хотелось, чтобы они как сейчас, так и продолжили уживаться во мне. А как это делается? Ну, мне кажется, к любому делу, к которому ты относишься с душой, ты будешь стремиться развиваться в той или иной сфере. Сейчас Елена в отпуске по уходу за ребенком. Несмотря на то, что с дочкой она проводит большую часть времени, любимыми делами заниматься не перестает. В качестве добровольца помогает общественной организации и всегда готова прийти на выручку, если это потребуется. Необходимо сделать ориентировку на подростка 14 лет. Угу, поняла. Ушел из школы и до сегодняшнего момента не вернулся. Ну, хорошо. Документы, информацию, фото и особые приметы будут направлены тебе на веб. Все, хорошо, сделай, Василий. Все, правда. Кстати, мальчика, на которого Елена делала ориентировку, нашли за сутки. Девушка говорит, что помощь людям – это то, что позволяет чувствовать свою значимость и общественную пользу. У нее очень много наград и знаков благодарности. Один из самых ценных – медаль за заслуги. Однако на достигнутом Елена останавливаться не собирается. Сейчас получаю второе высшее образование по специальности инженера по пожарной безопасности. Ну и также тренировки не хочу оставлять. И чтобы тоже какое-то дело перешло в другое. В общем, охота была бы, чтобы все это так же продолжалось, такая же идиллия была между водой и огнем. Сочетать несочетаемое – пламя и воду. Быть ласковой и нежной мамой девочки дома, предприимчивым и хладнокровным сотрудником на службе. В Елене Парфеновой действительно уживаются несколько стихий сразу. Это тяжкий труд, но только так, говорит девушка, в глазах всегда будет гореть огонь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!